Володя, спасибо вам огромное за проведенные сборы. В полном восторге от профессионализма вашей команды, от особенностей. Очень приятно было ощутить себя именно внутри вашей семьи, потому что вы и Оля как мама-папа абсолютно для всех участников сборов. И, конечно же, напиталась вашей энергией, потому что вы даже можете сидеть в уголочке, но вот от вас прям прет эта энергия, хочется самой выходить на порт и хотя бы что-то делать, побеждать, понятно. Но у меня вот есть такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что некоторые тренеры не всегда приветствуют, если их ученики едут в академию? Классный вопрос. Но, во-первых, все-таки мы можем на ты, потому что мы-то братья по оружию уже долгие-долгие, там, десятилетия, можно сказать. А вообще вопрос правильный, и я думаю, что здесь два момента основных. Это эго и какие-то финансовые моменты, потому что, конечно, у тренеров есть маленький страх, что если спортсмен поедет в академию, ему там может понравиться, к примеру, и он там захочет остаться. И тренер, получается, особенно если поработал какое-то время, вложил свою энергию, труд, может потерять игрока. Конечно, есть в этом какие-то страхи, естественно, как бы и страхи по проделанной работе, ну и плюс потерять в том числе и клиента. Поэтому вся эта история есть. Но дело в том, что если мы смотрим на большую картинку, все равно ребенок, который рожден побеждать, он всегда будет развиваться, он всегда будет делать шаги своевременные. Когда приходит время перерастать на новый уровень, он все равно будет это делать. Если не будет понимать ребенок, будет понимать, во-первых, или сам тренер, возможно, или родители. Поэтому есть вещи, которых просто в спортивной стезе, в профессиональной, их просто не избежать. И самое главное, это выстраивать тренера и со спортсменом такие отношения, когда действительно родитель чувствует, что тренер это тот человек, который действительно является проводником ребенка в большой спорт. Здесь же опять какая ситуация. Ведь тренер, особенно интеллектуальный человек, он, например, когда едет со спортсменом в академию, это возможность вырасти, во-первых. Во-вторых, свериться. Потому что на самом деле, если ты действительно любишь это ремесло, если ты всю жизнь в этом находишься, если ты имеешь отношение к спорту, говорим на одном языке о похожих вещах, и ты как бы сверяешь свой компас. Это дает тебе какую-то уверенность, что ты там на правильном пути. Или аккуратно, например, для себя делаешь какие-то заметки и делаешь какую-то коррекцию. То есть на самом деле, если смотреть с конструктивной точки зрения, в этом всегда есть хорошие плюсы. Самое главное, я всегда говорю так. Вот те спортсмены, родители приезжают, которые к нам интересуются, задают много вопросов. Я всегда говорю, ребята, мы не кричим, что у нас здесь самое лучшее место. Мы стараемся показать, как говорится, себя товар лицом, но мы всегда приветствуем и даже наставим. Езжайте еще, посмотрите в другие места. Мы не боимся нормальной конкуренции. Каждый должен найти то место, где ему хорошо, где комфортно, где он чувствует, что он получает то, что ему нужно. Поэтому здесь вопрос в адекватности. Первое, в такой зрелости тренера, я бы так сказал. Потому что все равно связка тренер-спортсмен, я считаю, что ведет эту команду вперед тренер, потому что он более опытный. У него же есть большой опыт. Если тренер ведет за собой спортсмена правильно, то никакая академия даже самая лучшая никогда не будет фактором, который их разъединит. Это может быть только какой-то временный, какой-то плацдарм, немножко поиграть больше сразу с другими игроками, немножко посмотреть какие-то новые упражнения, немножко просто развеяться. То есть, если смотреть на это конструктивно, то я считаю, в этом только большие плюсы. И опыт. И опыт, да.